Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Несколько дней назад по чатам прошла информация, что Кенесары Карамаев, один из лидеров компании Quester World, приговоренный по решению суда к 10 годам тюремного заключения, несколько дней назад скончался. Но поскольку по чатам Quester ходит много разной информации, разных слухов и сплетен, причем многие из них в итоге оказываются несоответствующими действительности, то есть лучше такую информацию перепроверять. Я уточнил у нескольких инвесторов Quester World в Казахстане, и несколько человек подтвердили, что вроде бы это действительно правда. Если это действительно так, то, конечно, хочется выразить соболезнования близким, родным, друзьям Карамаева, потому что как бы кто к нему не относился, когда человек уходит из жизни, безусловно, это сильно затрагивает близких ему людей, и это всегда печально, тем более, что Кенесары Карамаев не был старым человеком, ему было всего лишь 50 лет. То есть, конечно, по современным меркам это, ну, можно сказать, средний возраст. Итак, в данном видео я хотел бы немного порассуждать на эту тему. Напомню, что Кенесары Карамаев был одним из тех лидеров, которые на мероприятии в Казахстане получали бонусы за хорошую работу, и, в частности, Кенесары Карамаев получил бонусы от компании Quester World в размере 150 тысяч евро. Карамаев, Кенесары! Браво! Кенесары, поздравляю! Поздравляю! Обладатель 150 тысяч евро! Обладатель 500 тысяч евро! На следующий, уважаемый, Боже, Геннедово, Пахлет! Боже, Геннедово, Пахлет! Боже, Геннедово, Пахлет! Боже, Геннедово, Попова Татьяна! Где же Татьяна? Татьяна идёт! И аплодисменты. Залку! 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 Боже! Боже, Боже! Друзья, рядом со мной миллион евро, и я 5 копеек против ваших аплодисментов, друзья! Друзья, спасибо за просмотр! Друзья, радуются за те, кто получил бонусы, восхищаются, может быть даже завидуют, какие хорошие деньги эти лидеры заработали. Но на тот момент, конечно, никто не знал, чем все закончится. Но мы-то сейчас, в июле 2020 года, уже знаем, чем все закончилось. В частности, для Кенесары. В ноябре 2018 года Кенесары был арестован. На протяжении 2019 года шло следствие. В частности, с июня 2019 по декабрь шел судебный процесс. На протяжении полугода выступали как сторона обвинения, так и сторона защиты. То есть, любой желающий мог прийти и высказать свое мнение, либо в защиту, либо со стороны обвинения. И 23 декабря 2019 года был вынесен обвинительный приговор четверым лидерам компании «Квестер Ворлд». Имена я повторять не буду. Одним из них как раз был Кенесары Карамаев, который, согласно приговору суда, получил 10 лет тюрьмы. В 2020 году, после Нового года, был апелляционный суд. Но апелляционный суд рассмотрел приговор и оставил его без изменений. То есть, апелляционный суд не посчитал, что этот приговор слишком жесткий и так далее. То есть, приговор суда от 23 декабря 2019 года оставлен без изменений. Безусловно, такая ситуация, арест, достаточно длительное расследование и так далее, выслушивание обвинений и разных показаний, оно, понятное дело, здоровья никому не прибавляет. Ну и, собственно, сейчас мы видим, к чему это привело. Это привело к смерти в возрасте 50 лет. То есть, если вот так задуматься, как все красиво начиналось, с поздравлениями, с возгласами, ох, какой молодец, поздравляем и так далее, да, и закончилось арестом, расследованием и, по сути, преждевременной смертью. Как бы жестко это ни звучало, Кенесары Карамаев заплатил за участие в Questry World собственной жизнью. И думаю, что для его близких уже никакие деньги, никакие заработки и бонусы это не компенсируют. Помните, когда кофевары проводили так называемый бизнес-кофе, они говорили, ой, ребята, как же нам повезло, мы попали в такую чудесную компанию, мы должны быть благодарны судьбе за то, что мы узнали про эту великую компанию. Ольга Анатольевна Клинарт рассказывала и говорила, я вас поздравляю, вы в правильной компании и так далее. Я больше чем уверен, что сейчас родственники и близкие Кенесары проклинают тот день, когда впервые Кенесары или кто-то услышал о компании Questry World, потому что фактически участие в этой компании стоило ему жизни. Конечно, есть еще много людей, которые верят рассказам Александра Кэсли, что Questry это не пирамида, которая кинула людей в 17-м году, что новая компания стартует, у нее новые владельцы, китайцы, там и деньги есть, и трейдеры есть, и все у нее есть, она обязательно запустится. Правда, Кэсли когда-то сообщал, что запуск должен состояться еще в мае этого года, на дворе уже скоро август, и что-то никто запускаться не собирается. Но людей, которые продолжают еще верить, что запуск состоится, достаточно много. Я призываю вас задуматься над следующим моментом. Ну, давайте на минуту предположим, что то, что Кэсли утверждает, что это правда, что есть некая новая компания с новыми китайскими владельцами, которая планирует запускаться. Как вы думаете, компании важна ее репутация? Ну, я думаю, любой компании, которая планирует привлекать на свою сторону инвесторов, партнеров, конечно, репутация очень важна. Так вот, представьте, компания собирается запускаться, а в это время в Казахстане идет судебный процесс, на котором четверо лидеров компании Квестра Ворлд обвиняются в продвижении финансовой пирамиды на территории Казахстана. А за что этих людей судят? Ну, по сути, за то, что они как раз были активными партнерами компании Квестра Ворлд, создали большой товарооборот, привлекли много инвесторов, открыли много офисов в разных городах. Вот за это их судят? Ну, по логике, компания же должна им быть благодарна за это, правда? Что они хорошенько поработали. Ну, по логике, да. И если бы новая компания действительно существовала, то они должны были каким-то образом помочь во время судебного процесса четверым обвиняемым лидерам. Либо, например, предоставив адвоката, а с теми деньгами, которые у них якобы есть, миллиарды долларов, с такими деньгами они могут нанять лучших в мире адвокатов, да? Или нанять лучших адвокатов там в Казахстане. Есть еще один вариант. Например, представитель новой компании, которая якобы планирует запускаться, мог бы приехать прямо в суд с документами и во время суда предъявить суду документы этой новой компании и сказать, ребята, вы судите людей якобы за создание финансовой пирамиды, что люди якобы деньги потеряли. Так вот, никто ничего не потерял. Мы, я являюсь представителем новой компании, вот наши документы, вот наши счета. Мы скоро запускаемся. Значит, те люди, которые подали заявление в полицию, что якобы они там что-то потеряли, вы, ребята, ничего на самом деле не теряете. Скоро запустимся, и у вас все будет. Ну, логика подсказывает, да? То есть могла бы новая компания так сделать? Ну, конечно, могла бы. Прислать представителя, который бы, например, с документами доказал, что, ребята, вы судите лидеров, что якобы они продвигали пирамиду. Ну да, у нас были трудности. В 17-м году там по некоторым причинам нам пришлось закрыться, прекратить выплаты. Но это все позади. У нас там идет реструктуризация, реорганизация. Скоро запускается новая компания с новыми владельцами. Деньги у нас есть. Все все получат. Ну, если предположить, что новые владельцы, новая компания действительно существует. Но, как мы с вами знаем, ничего этого не было сделано абсолютно. Никто ни представителя не прислал, ни адвоката прислал. То есть, можно сказать, компания пальцем не пошевелила для того, чтобы как-то защитить тех самых четверых лидеров, которые когда-то для компаний очень хорошо поработали, привлекли много инвесторов, построили большие команды, офисы открывали и так далее. А в итоге Кенесары Карамаев даже заплатил своей жизнью за сотрудничество с Квестер Ворл. Вот и подумайте, господа, которые еще верят, что есть какая-то новая компания с новыми владельцами, которые в скором будущем там запустятся и начнет платить. Сами поразмышляйте, а нужна ли вам такая компания, которая ведет себя абсолютно наплевательски по отношению к лидерам, которые для нее старались, на нее работали, привлекали инвесторов, а в любой момент компания вас скинет, подставит, и даже если вы там попадете в тюрьму, там на 10 лет, на 20 лет компании по барабану, а если вы в тюрьме сдохнете, ей тоже по барабану. Вот нужна вам такая компания? Сильно сомневаюсь. Напомню, что впервые информация о новых китайских владельцах прозвучала еще в 2018 году от Диего Мартина. Это он тогда, два года назад, начал рассказывать, что якобы у компании есть новые китайские владельцы, и что в августе 2018 года новая компания стартует, и так далее. Кстати, через 10 дней уже будет август 2020 года, ребята, два года с тех пор прошло. И что потом? Потом мы знаем, Диего Мартин заткнулся, никакого запуска новой компании не произошло, а потом Диего Мартин стал записывать ролики, где уже говорил, что Александр Кэсли врет, никаких новых владельцев нет, и так далее. То есть Диего Мартин стал опровергать свои же собственные слова, которые он говорил в 2018 году. Появился Александр Кэсли, начал рассказывать, нет, новые китайские владельцы есть, компания даже блокчейн свой создала, и даже веб-сайт у нее есть, только этот веб-сайт никто в глаза не видел. Короче, у нее все есть. И деньги, и трейдеры, и новые владельцы веб-сайт, только никто никогда этого не видел. Вот такая вот невидимая компания, да? Ну, это я к чему говорю, что кроме болтовни Александра Кэсли ни единого доказательства, хоть малейшего его слов, вы никогда не видели. Никто не представил ни сайта, якобы новой компании, ни приложения, через которые люди должны там будут заходить в кабинет, да, ни блокчейна, ничего абсолютно, ни, там, ни даже имен новых владельцев. Поэтому я считаю, что то, что рассказывает Александр Кэсли, это такой же бред, который рассказывал Диего Мартин в 2018 году. Только Диего Мартину хватило все-таки мозгов признать, что ему вешали лапшу, типа, про китайских владельцев, а он потом эту лапшу активно развешивал всем остальным в своем чате на 16 тысяч человек. В латинском языке есть выражение «momento mori», что переводится как «помни о смерти». Конечно, многие стараются не думать о смерти, потому что считают эту тему негативной, неприятной и так далее. Но, с другой стороны, когда ты помнишь о смерти, это помогает тебе правильно распоряжаться своей жизнью, своим временем сейчас и правильно расставлять приоритеты. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши мысли и ваши размышления по данному поводу. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.